Ростислав Ищенко. Чего больше всего боится Киев? Запись 25 января 2017 года. Во время беседы со слушателями канала АТО Донецк в ЗЛО, известный политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко рассказал о том, что будет с украинской гривной в ближайшие несколько месяцев. Знаете, это вопрос крайне сложный, потому что он зависит только от доброй воли правительства и национального банка. На самом деле, в современном мире курс любой валюты можно удерживать в любом диапазоне в зависимости от вашего желания, чисто административными методами. Достаточно просто изымать постоянно наличность из оборота и курс будет удерживаться в нужном значении. То есть, по большому счету, можно догнать одну гривну до центов в 10 долларов, если очень хочется. Вопрос только зачем? Наиболее логично предположить, что гривна должна обесцениваться, причем обесцениваться достаточно быстрыми темпами, потому что своей экономики нет, внешних заимствований по сути дела нет и правительство может финансировать свои потребности за счет печатания гривны. Понятно, что если гривен становится больше, а товаров меньше, то в результате гривна должна стоить ниже. Но на Украине существует еще такой особый комплекс, когда руководство государства, причем не только текущее, но и предыдущее, и то, которое было до него, считает, что более высокий курс гривны – это их самоцель. Чем выше курс гривны, тем лучше. Чем сильнее ты его выпускаешь, тем хуже. Безусловно, нельзя допускать сползания финансовой ситуации гиперинфляции, но далеко не всегда удержание высокого курса – благо для экономики. Если исходить из каких-то логических предпосылок, то гривна должна достаточно быстро падать. Если исходить еще и из субъективных моментов, то понятно, что Национальный банк Украины будет стараться удерживать курс на каких-то даже завышенных значениях более-менее долго. Для Украины это еще является неким психологическим моментом. Гривна и так по отношению к рублю за последние два года потеряла половину своей стоимости. Когда одна гривна будет стоить 1 рубль, Украине будет очень сложно объяснять, каким это образом у них так стабилизировалась или даже развивается экономика. Поэтому они будут стараться держать гривну. Насколько вот эти две тенденции будут успешно друг с другом бороться, я не знаю. Думаю, что в общем, если сейчас там 28 курс, имеется в виду курс 28 гривен за доллар, примечание редакции, то в течение ближайших полгода и 40 гривен и больше – это вполне реальный курс, потому что при отсутствующей экономике нет предела совершенству. Он может падать и до 100, и до 150, но до тех пор, пока существуют какие-то государственные рычаги, до тех пор, пока государство окончательно не рухнуло и там уже не начали печатать каждый атаман собственную валюту, до тех пор гривну будут стараться удерживать в каких-то более или менее разумных пределах. То есть в ближайшие полгода курс гривны будет 40-50 за доллар. Ростислав Ищенко. Чего больше всего боится Киев.